Еще одна основа из этой же серии, очень-очень жидкая, но в значительно более дешевом ценовом сегменте, это вот такая вот основа Ньют Можи от марки Лореаль. Об этой основе я как раз узнала уже из блога Лены Крыгиной, которая в свое время ее очень-очень хвалила. Эта основа также жидкая, поэтому перед нанесением ее также надо очень-очень хорошо взболтать. В данном случае, в отличие от Джорджа Армани, у нас нет пипеточки, у нас есть просто стеклянная вот такая вот баночка, из которой мы наносим несколько капель данной основы. Я, как правило, наношу ее вот на эту вот часть своей руки и уже отсюда, либо с помощью кисти, либо с помощью бьюти-блендера, очень-очень аккуратно, притамповывающими движениями распределяю мою основу по всему лицу. Как вы знаете, основу лучше наносить сначала от области вокруг глаз, распределяя ее аккуратно вниз по всему лицу, аккуратно обработать зону подбородка и уже потом проработать лоб и обязательно проработать все зоны роста волос, аккуратно обязательно протонировать ушки, не забывайте тонировать шею, зону вашего подбородка, чтобы никаких переходов не было видно. Про то, как подбирать тональные основы, я вам рассказывать не буду, про это существует огромное-огромное количество видео, разнообразных, в том числе и на ютюбе. У меня есть еще несколько тональных основ, которыми я в данный момент пользуюсь не часто, но о которых тоже хотелось бы рассказать. Это, во-первых, вот такая вот тональная основа от Clinique, она называется Moustache Search, это Tinted Mousturizer SPF 15. Я его покупала несколько лет назад, на тот момент у меня еще не было ни BB, ни CC-крема от Bobby Brown и также у меня не было моей SPF защиты с тинтом от марки La Mer, которым я очень активно пользуюсь в последнее время. И вот тогда я с удовольствием пользовалась данной основой, которая легкая, которой очень активное увлажнение, в которой, как я уже сказала, SPF 15 и которая очень-очень хорошо смотрится на лице. Опять же, ее я с удовольствием наносила пальчиками. Неплохая основа, вполне и вполне приятная. Из основ, которые смотрятся очень-очень натурально и естественно, я выбрала вот такую вот основу от марки Lancome, это Maki Matte Ultra Naturel. Опять же, мат, потому что у меня кожа комбинированная, склонная к жирности, так вот, это основа специально для нормальной и жирной кожи. Вот такая вот небольшая туба с вот таким вот носиком-дозатором. Данной основой пользуюсь периодически. Опять же, если ее правильно нанести тонким аккуратным слоем, ее можно наносить и с помощью бюти-блендера, и с помощью пальцев, и с помощью кисти. Она скроет все несовершенства вашей кожи и будет очень-очень хорошо смотреться на вашей коже, придавая ей молодой здоровый вид. По поводу марки Lancome, я уже несколько месяцев очень-очень хочу попробовать знаменитый кушон от марки Lancome. Все как-то у меня руки не доходили, обязательно в ближайшее время все-таки попробую его приобрести, и обязательно расскажу вам свое мнение о данном продукте. Правда, очень-очень интересно. В качестве еще одной основы для корректирования именно моей жирной комбинированной кожи у меня есть вот такое вот средство от марки Clorans. Clorans Evermat, это Skin Balancing Foundation. Это очень хорошая основа именно для комбинированной и жирной кожи, которая помимо того, что будет корректировать цвет, она будет еще и работать над вашей кожей, ее балансировать и регулировать выработку себамот. Данная основа будет очень-очень неплохо носиться, я с удовольствием ей пользовалась долгое время, до того, как, собственно, перешла на Estee Lauder. Вот на данный момент мне Estee Lauder нравится немножко больше, но, в принципе, вот эта вот основа Evermat от Clorans тоже очень-очень хороша. Наносится также она пальцами, я, в принципе, приверженница того, что большинство основ лучше всего наносить пальчиками, потому что мне кажется, что ваши ручки смогут растушевать и нанести основу лучше, чем какие-либо другие приспособления. Хотя периодически прибегаю к помощи Beauty Blender и тоже остаюсь очень-очень довольна результатом. Честно говоря, кисти как таковые для нанесения основы я не очень люблю и, как правило, как я уже сказала, я наношу основу либо с помощью пальцев, либо с помощью Beauty Blender. Ещё одно средство, о котором бы хотелось рассказать, которое также относится к тональным основам, но непосредственно как тональную основу на всё лицо я его никогда не использовала. Я его использовала только локально несколько раз, когда у меня возникала такая необходимость. Это тональная основа Dermablend. Это очень известный продукт от марки Vichy. В моём случае это оттенок 25 Nude. Это тональная основа с очень сильной перекрывающей способностью. Она сверхпигментированная. Если её нанести на всё лицо, то, в принципе, вы получите, конечно же, эффект маски. Но если её наносить на отдельные зоны, в которых присутствует либо какая-то очень активная пигментация, либо какие-то высыпания, и вам надо перекрыть какие-то прыщики, то вот данное средство для этих целей, оно очень-очень хорошо. Его, в принципе, можно даже использовать как корректор. Оно настолько действительно концентрировано, пигментировано. Я его держу как некое со-средство, как некое спасение, если мне нужно подкорректировать и более активно перекрыть зону, где у меня появились какие-то очень активные высыпания. Опять же, повторюсь, на всё лицо я данную основу наносить не рекомендую. Ну, если у вас для этого нет каких-либо серьёзных оснований, просто потому что очень большая вероятность того, что у вас будет именно эффект маски. Основа, которую я не совсем поняла, которую я попробовала, но в результате достаточно редко ей пользуюсь, это вот такая вот основа от Christian Dior Air Flash Spray Foundation. То есть это основа в виде спрея. Я так понимаю, что идея возникла от профессиональных аэрографов для того, чтобы максимально тонким слоем её нанести. Вот в данном случае это основа спрей. В инструкции написано, что вы встряхиваете баллончик и с расстояния 15-20 сантиметров, закрыв глаза, прошу прощения, 20-30, конечно, сантиметров, закрыв глаза, вот такими вот несколькими круговыми движениями наносите данную основу на ваше лицо. Я попробовала сделать подобную процедуру несколько раз. Действительно, основа на лицо ложится достаточно ровно и хорошо. Единственное минус, что она также хорошо и ровно ложится и на зону ваших волос, и на одежду. И если вы чуть резко дёрнули рукой, то, соответственно, вы усвинюкиваетесь вся. И если в аэрографии вот этот вот сам пульверизатор-распылитель, он очень маленький, и, соответственно, визажист он очень зонально, очень точечно вводит по вашему лицу, то в данном случае пульверизатор достаточно большой, поэтому нанести данную основу без какого-то активного вреда для ваших волос и вашей одежды мне показалось достаточно проблематично. Поэтому вот она у меня лежит в моём ящичке и пользуюсь я ей достаточно редко. И ещё одно средство, о котором хотелось бы рассказать, это вот такая вот основа от марки By Terry. Это Hydra Bronsing Tinted Serum. Это, в принципе, такой вот лёгкий-лёгкий бронзатор. Это не столько основа в смысле foundation, это именно Tinted Serum. То есть это такая вот лёгкая сыворотка, которая даёт вашей коже, она с вот таким вот дозатором, эффект лёгкого-лёгкого загара. Если это не бронзир, который вы наносите на отдельные зоны вашего лица, да, а если вы понимаете, что вы слишком бледная и вам надо на полтона или на тон откорректировать цвет вашей кожи и чуть его освежить и придать ему эффект такого лёгкого-лёгкого первого солнышка, то вот данное средство, оно очень-очень неплохо для этих целей. И, собственно, я его на этот случай и держу. Плюс его я использую для лёгкой цветокоррекции моей кожи в тот момент, когда я уже немножко загорела, потому что большинство моих тональных основ, они в цвете моём базовом, когда я совсем без загара. После того, как я немножко хотя бы загораю, я перехожу либо на BB-крем, либо на CC. Они достаточно хорошо подстраиваются к оттенку моей кожи, либо я пользуюсь вот таким вот средством от марки By Terry. И последняя моя тональная основа, о которой бы мне сегодня хотелось вам рассказать, это вот такая вот основа от марки Avena. Это Tinted Compact. Это такая компактная тональная основа с SPF защитой 50. Кстати, очень хорошая SPF защита с вот таким вот спонжиком для нанесения, небольшим зеркальцем. И вот, собственно, вот она сама тональная основа. Она достаточно густая. В принципе, при правильном нанесении, если её не класть очень толстым слоем, то она может быть очень незаметна на коже. И, опять же, её можно наносить локально. Так как здесь SPF защита 50, если вам надо перекрыть какие-то отдельные зоны вашего лица, особенно если у вас есть гиперпигментация, вы, с одной стороны, с помощью этой тональной основы перекрываете вашу гиперпигментацию, и, с другой стороны, при наличии в данной основе SPF 50 вы данную зону ещё и защищаете от пагубного воздействия ультрафиолетовых лучей и препятствуете дальнейшему появлению гиперпигментации в данной зоне. Честно скажу, что данной тональной основы я пользовалась не очень часто. Больше и чаще использую её всё-таки для локального применения. Как я уже сказала, на данный момент любимой моей тональной основой является тональная основа от марки Estee Lauder, и также я очень хочу попробовать тональную основу Cushion. Единственное, что я ещё не решила, я слышала, что очень неплохая тональная основа в формате Cushion также существует в марке 3Lab, так что я на данный момент нахожусь немножечко на перепутье, либо попробовать тональную основу Cushion от марки Lancome, либо всё-таки приобрести тональную основу Cushion от марки 3Lab. Скорее всего, остановлюсь на 3Lab, если смогу его найти. Если вы пользовались и той, и той тональной основой, и у вас появился любимчик, пишите, пожалуйста, мне в комментариях внизу. Спасибо большое, что остаётесь со мной, спасибо большое, что смотрите мои видео, что подписываетесь на мой канал. Если вам нравится, ставьте пальчики вверх, оставляйте свои комментарии внизу. И до скорых встреч на моём канале. Пока-пока! Субтитры подогнал «Симон»! Пока! Продолжение следует...